Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги «Бытия. Перевод российского библейского общества». Читаем для библейского портала экзегет. Вот в 11 главе началась история про род Тераха, такого ничем вроде бы неинтересного человека, много их разных было, тут куча имен перечислено, и мы говорили в тот раз, что Господь как бы перебирает. Вот есть такое древнее толкование, что ну как потерявший жемчужину в песке берет сито и просеивает, просеивает, просеивает песок, пока не обнаружит жемчужину в сите. Вот такое толкование как раз про то, как Бог перебирает эти поколения людей и ждет, когда появится кто-то, с кем можно будет поговорить, кто услышит призыв Бога. И мы ведь не знаем, кстати, может быть, он ко многим обращался, но один ответил, а может быть, только к Аврааму, потому что заранее знал, что он услышит. Итак, Терах покинул Урхалдейский, знаменитый город в Междуречке, славный, богатый, культурный, не отправился в Ханаамскую землю, про которую он, собственно, ничего не знает, просто, может быть, как кочевник, странствующий. И тут Господь сказал Аврааму, «Оставь свою страну, родных, отчий дом, иди в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу твое имя. Ты станешь благословением. Кто тебя благословит, того я благословлю. Прокляну того, кто тебя проклянет. Благословением ты станешь у всех племян земли». Чего Господь требует от Авраама? Да ничего, в принципе, того же, что и любой кочевник сам по себе делает. То есть просто иди отсюда куда-то. А куда? В землю, которую я укажу тебе. Может быть, только в этом разница. Не рассчитывай сам по себе. Вот некогда человечество, оно выбрало познание добра и зла самостоятельное. Мы называем это словом грехопадения. Бог сказал, это нельзя, это можно, а человечество сказал, я разберусь само. И разобралось. А здесь иди в землю, которую я укажу тебе. Просто доверься мне, говорит Господь. А для этого оставь свою страну, родных, отчий дом. Самое главное, что у нас есть. Ну, понятно, что есть там эмиграция, есть там семейные ссоры, переезд в новую квартиру. Да, все это бывает. Но все равно мы принадлежим вот своим человеческим корням. Можно уехать в другую страну, нельзя забыть свою культуру, родной язык. Ну, некоторым говорят, удается, но мне кажется, это не лучший пример. Вот мы остаемся теми, кем мы родились, кем мы воспитаны. И все это надо бросить. Вот то единственное, что человеку по-настоящему принадлежит. Вот все там это одежда, имущество, там, социальные роли. Можно от них легко избавиться, но от своей идентичности нельзя. Оставь ее. Стань кем-то другим, и я даже не говорю кем. И тогда я тебя благословлю. Более того, я благословлю тебя, кто тебя благословит, ты станешь благословением. Значит, не просто тебе будет хорошо, но через тебя придет что-то крайне важное для человечества. Бог пытается вытащить это человечество, погрязшее в жизни по своим собственным законам. А как это сделать через человека? И для того, чтобы стать этим человеком, ты, Авраам, говорит Господь, должен оставить вот то, к чему ты привык. Стереотипы. Идентичность, как мы называем это сегодня. И Авраам пустился в путь, как появлял ему Господь, не задавая вопросов. Лот, его племянник, пошел вместе с Авраамом. Аврааму было 75 лет, ну да, как раз тот самый возраст, когда нужно все бросить и начать заново. Когда он покинул Харрам, он взял с собой жену Сару, племянника Лота. И все на житое добро, и всех людей, какие были у них в Харане, вместе с ними пошел в Ханаан. Они прибыли в Ханаан, вот в будущую обетованную землю, и пришли к дубу Мурре, что близше к Хэма. Мурре, кстати, это учитель подревнееврейский, тот, кто показывает. А может быть, это собственное имя, может быть, этот дуб принадлежал человеку по имени Мурре, там дальше он будет Мамре называться, точно неизвестно. В ту пору эта земля была населена Хананеме, но Господь явился Аврааму и сказал, я дам эту землю твоим потомкам. И Авраам воздвиг там жертвенники, явившемуся Господу. Затем он направился в горы, что лежат к востоку от Бетели, и раскинул там свои шатры. Бетель был от него на запад, а и на восток. Ну, это география Святой Земли, без карты это бессмысленно обсуждать, но, в общем, он странствует по этой самой Святой Земле. Там Авраам воздвиг Господу жертвенника, призвал имя Господне. Обратим внимание, что вот на своих стоянках Авраам воздвигает жертвенник для того, чтобы почитать Господа. Еще нет единого храма, это можно делать где угодно. Затем он направился на юг, в Негев, это южная часть Святой Земли, Палестины, сегодняшнего государства Израиля. В стране начался голод, такой сильный, что Аврааму пришлось искать пристанище в Египте. Мы плохо это можем понять, сегодня у нас все-таки сельское хозяйство, оно такого уровня, что, в принципе, голод не грозит. Ну, может быть, где-то в Черной Африке, но это уже вот скорее недостаток социального устройства общества, когда просто людям не достается продовольствие. А так человечество производит достаточно, даже с избытком. А в те времена нет, очень часто не хватало любой неурожая, это ожидание голода. А Египет все-таки страна, где Нил, разливы Нила приносят плодородную почву, Ил на поля и воду тоже. Поэтому Египет относительно независим от погодных условий, да, там не дожди, как везде, а там разливы Нила дают воду. Приближаясь к Египту, он, Авраам сказал, Саре, я знаю, какая ты красивая, египтяне увидят тебя, поймут, что ты моя жена и тебя оставят живых, а меня убьют. Скажи им, что ты моя сестра и все будет хорошо, ты спасешь мне жизнь. Смотрите, как-то некрасиво себя Авраам ведет, чтобы сохранить жизнь. А никто не говорит, что он идеален. И, кроме того, вот сейчас он носитель этого избранничества. Ему крайне важно его сохранить и передать дальше. Ему важно выжить. Вот и все. Авраам пришел в Египет, египтяне увидели, как прекрасна Сара, придворные тоже ее заметили, стали расхваливать фараона и ее красоту, и Сару взяли к фараону во дворец. Дела Авраама шли хорошо, благодаря Саре у него появились и овцы, и коровы, и ослы, и рабы, и рабыни, и ослицы, и верблюды. Ну, понятно, наградили брата, женщины, которую собираются сделать частью гарема фараона. Но Господь поразил фараона и его близких тяжелыми бедами за то, что фараон взял себе жену Авраама. Смотрите, Господь как бы это делает, невзирая на то, что фараон лично не чувствует никакой вины, он не нарушает каких-то запретов. Но вот есть какая-то вещь, которая происходит сама по себе. Фараон позвал Авраама и сказал ему, что ты наделал, почему скрыл, что она твоя жена, зачем назвал ее сестрой, а я из-за этого взял ее в жены. Забирай свою жену, сказал фараон, и уходи. И фараон велел выслать Авраама из страны вместе с женой со всем его добром. Вот с точки зрения такого обыденного человека, некрасиво себя повел Авраам, всех обманул, забрал себе всякие вот эти полезные вещи, скот, рабов, рабынь, да, и ушел оттуда, ограбил египтян фактически. Но это некоторая такая прелюдия к исходу из Египта, которая, конечно, служит основным эпизодом израильской истории. И это ведь еще про то, что, ну, Библия не книга про таких правильных мальчиков, девочек, которые всегда делают правильные вещи, и поэтому они праведники, да. Она про то, как люди живут. И зачастую их поведение, оно не вписывается в какие-то, ну, скажем так, шаблоны, ожидания, даже в наши этические нормы. А главное не в том, чтобы всегда все делалось хорошо, главное в том, чтобы следовать Божьему призыву там, где ты его можешь услышать. Это Авраам сделал.